Всем добрый день! Здравствуйте! Я рада приветствовать вас на своем канале. Разве что ленивый еще не показал граффити на стенах Атриума. Я тоже была такой же ленивой до недавнего времени, и вот я здесь, чтобы перестать быть ленивой и показать вам это арт-пространство такое, теперь можно и так сказать. Арт-стрит. Аект Атриум зародился в 2018 году, когда в Москву один за другим прибыли 11 авторитетнейших героев мирового уличного искусства и территории для этого художественного самовыражения, и послужили стены торгового центра Атриум. За 4 месяца непрерывной работы легендарные художники трансформировали эту локацию в масштабный арт-объект, создав такую вот новую мекку Арт-стрита на Садовом кольце. Стрит-арт прошел долгий путь от каких-то переходов, подземок до галерейных пространств и мировых музеев, но в первую очередь он так и остался посланием, таким манифестом художника, обращенным ко всем. И миссия проекта Атриум – знакомить общественность с актуальным уличным искусством со всего мира. Впервые столь значимые имена мирового масштаба соседствуют на территории одного здания. И вместе они создали уникальную локацию, галерею под открытым небом. И ранее потребовался бы трансатлантический перелет, так минимум часовая прогулка с путеводителем, а сейчас все это доступно в одном месте. Вот с этой стороны Атриума можно видеть работу известного уличного художника из Лондона Бен Эйн. Он родился в 1970 году. Вот вы видите, вот Москва название и дальше на башне. В 1980-х годах Бен Эйн вандалил стены и вагоны. Сейчас его работу можно увидеть на улицах Токио, Парижа, Лондона, Лос-Анджелеса и других городов. В 2000-х годах Эйн стал выпускать одежду под брендом Эйн Лондон с собственными принтами. А в 2010-м году картину Эйна «Город 21 века» премьер-министр Великобритании Дэвид Пэмерон вручил президенту Бараку Обаме в качестве официального подарка. Еще одно граффити. Автор этого граффити Тристан Итон из США, художник с мировым именем. Тристан Итон родился в Лос-Анджелесе в 1978 году. Начал рисовать тоже на улице подростком. В 18 лет разработал первую игрушку для известного бренда Fisher-Price и получил сотрудничать с компанией Kidrobot. Центральный вход в Атриум украшает каллиграфити Патраса Лампаса. Его настоящее имя Арсений Пыженков. Когда-то он начинал с подмосковного города Подлипки, потом переехал в Питер. Говорят, что его стиль не спутаешь ни с каким другим. Я не специалист. Художник сотрудничает с мировыми брендами, такими как Levi's и Reebok. Огромное каллиграфити и его авторство украшают пространство Квадратного Колизея в Риме и Красного Октября в Москве. Слева, если вы присмотритесь, видите такая вертикальная вывеска «Держи слово». Это уже работа другого художника Фауста. «Держи слово» слева. Ну и еще пару слов об композиции Арсения Пыженкова «Патраса Лампаса». Работа называется «Лабиринт Атриума». И здесь скрывает в себе ключевые слова, которые объединяют всех нас. Это надежда, любовь и слово «создавай». А мы с вами зайдем внутрь торгового центра Атриум. Здесь тоже есть граффити в одном из помещений в левом крыле торгового центра, если зайти отсюда. Я благодарю свою хорошую знакомую, приятельницу Анечку, канал «Самозанятая мама» за то, что она выложила на своем канале вот эту локацию. И я о ней узнала и приехала сюда. Итак, ну а перед нами вот такая вот инсталляция. Это тоже создал «Пантоне» или «Пантане». Это первый паблик арт-объект, 24-метровая инсталляция «Фонтан данных», расположенная здесь, в центральном зале Атриума. Она стала одной из самых масштабных скульптур по итогам 2018 года. И здесь меняются цвета в зависимости... Ну, сочетается цвет рекламы на стенах и вот эта вот инсталляция. И вот, собственно, еще одна такая композиция с граффити. Я, честно говоря, не знаю, кто автор этой композиции. Я не нашла. Очень интересно, какие-то реческо-римские развалины. И, может быть, это просто дает понять о том, что граффити – это древнее искусство. И вот здесь вот такие просто надписи. Вы знаете, честно говоря, я должна сказать, что мне очень понравилось здесь сегодня находиться. Мне не нравился Атриум. Это такая лужковщина, какая-то мне считала... Мне оказалось вообще в каком-то пьяном угаре создавали этот торговый центр, архитектуру. И сейчас, ну, просто одно удовольствие и вокруг походить, и вот внутри вот это посмотреть. И люди приезжающие, может, у них есть пара минут, буквально пару часов, точнее. Или там час времени они могут зайти и полюбоваться вот этим, на самом деле, арт-искусством. Арт-стрит-искусством, точнее, на стенах и внутри здания. Очень приятное впечатление оставляет. Ну, собственно, так и должно быть, ведь проект называется Атриум, здание называется Атриум. Ну вот и фасад здания и стал таким огромнейшим арт-объектом и полотном для реализации всевозможных идей. И надо сказать, что большое спасибо организаторам этого масштабного проекта. Это, наверное, одна из самых единственных, или, не знаю, самая масштабная Московская галерея уличных художников-иностранцев. Просто большое спасибо организаторам. Действительно, идея замечательная. Воплощение лучше вообще всяких похвал. Молодцы. Ну, это мое мнение, опять же. И давайте еще посмотрим несколько картин на стенах. К сожалению, я тут пробежала зеркальный лабиринт. Пишут очень красивый, но съезжу с ним как-нибудь в другой раз отдельно. Просто как шорт зеркальный такой, ну да, как выход из Атриума в сторону Курского вокзала. Субтитры сделал DimaTorzok. перед нами вот эта масштабная работа французского дуэта из бордо монтой борт это такая огромная работа похоже на средневековые гравюры и вид фантастического города одновременно его герои и жители обезьяны различные птицы животные но встречаются и люди в общем география работ по всему миру и можно здесь надолго залипнуть если подробно рассматривать дуэт состоит из блоу птицы и темор обезьяна оба они олицетворяют два облика современного человечества обезьяна реалист а птица мечтатель работа натриума посвящена ремесленникам строителям архитектором прошлым жителям басмана в районе москвы где расположен атриум и его богатой истории а это внизу узнаваемые персонажи от хакула хариф гузман из венесуэлы и сша по сравнению с другими рисунками на этой стене они просто пиксельная пиксельность приезжали к атриуму и южноамериканцы чилийц inti создал прекраснейшую 37 метровый мурал и заважает он безымянную героиню называется работница и посвящен важной роли женщин социальных измерений изменениях переменах и становлениях двадцатых годов визиту в россию автор сильно подготовился изучал культуру промысла и искусства и после возвращения домой сразу же начал писать копию этой картины для будущей сольной выставки и здесь же слева сейчас я вам покажу девушка фэйт 47 выросшая в юар и переехавшая в сша создала на атриуме портрет потрясающе сейчас я вам покажу он там внизу настоящее имя этого автора не известно она сейчас ей 39 40 лет примерно она живет в лос-анджелесе и с 19 лет она занималась нелегальным с твит артом а позже пришла известность и возможности самая дорогая картина является работа на его трак к и птиц она продана на парижском аукционе 2015 году за 6250 долларов разбудила во мне давно забытая вот это вот а слева вы видите огромную татуировку ну как бы вот черную солдатом одного из отцов на начинателе мирового стрит-арта wk кей это автор знаменит своими черно-белыми динамичными работами полными всевозможных эмоций и драйва называется эта работа черно-белая вот сейчас слева за мир форпи с вообще он сша и франция представляет здесь и вот там слева на стене это не дошла там немец бонд трулув создал вот там такие шрифты квадратики это как бы посвятил свою работу тетрису или которая появилась в россии еще раз посмотрим на эту стену и пойдем рассматривать другие стены вы видите там слева это тетрис как будто бы там и квадратики у кого какая любимая стена здесь кто-то любит рассматривать сторону это в стену который выходит на садовое кольцо мне больше нравится с этой стороны вот еще вам сейчас покажу здесь такой вот космический триптих здесь космонавт в скафандре и подпись продолжать бороться тут и правда и страйк и мерлин монро и золотая цепь и орбитальная станция еще одна работа 300 на это на и сша даже третий глаз здесь есть говорят что он хотел посодействовать установлению отношений дружеских между сша и россии этой своей работой и здесь же рядом с этим космосом мистический портал в иной мир никак не меньше 3d диаметрия волшебная иллюзия от мастера тэн тэн это не такое сейчас я вам покажу левее немецкого стрит арт художника родом из польши вот слева видите такая вот 3d диаметрия такая здесь так все переплетено что надо наверное делать очень большое видео снимать если подробно обо всем этом рассказывает ну и потом подойдем час еще к одной стене моей любимой стене наверное да и вот там еще космонавт вот сейчас будет вот космонавт в красном скафандре это автор раби ведь он так осторожно открывает дверь в неизвестность ну а по центру тристан эйтон я уже сказала космонавт скафандре такой портрет шарада коллаж поп образов насписи фактур американских и русских здесь можно видеть слово правда вот слева то что вам показывала а вот справа вы видите вот мужчина женщина эти яркие такие вот картины это две яркие работы испанца окуда полное имя окуда сан мидель называется free love свободная любовь оригинальный стиль с фигурами из разноцветных диаметрических узоров женщина все такая яркая необычная но настоящий испанка а мужчина как и положено более сдержанный оба разные но все-таки вместе вы сейчас видите такое хромодинамика от испанского художника филиппа понтоне вот это черно-белая такая раздробленная геометрическая композиция с яркими цветовыми акцентами напоминает старую заставку на советском телевизоре настроечную таблицу рядом вот да и здесь вот такой вот еще один угол здесь находится пожару самое растиражированные самое фотографируемое граффити всего атриума это творение дуэта испанских художников пичи або работа называется вера надежда любовь изображение древнедреческого бога любви эроса на красном фоне и двух его подруг мусс красоты и искусство на синем фоне спиной до спиной друг к другу посыл в том что нет красоты без любви а красота всегда в глазах смотрящего более как и мы положено гигантских размеров и создается круто особое не московское ощущение в общем это фантастика по фону с античными богами ран нарисованы флопы быстрые надписи и рисуночки такая фишка авторов художника ну и вон там справа вы видите еще пару работ я не стала их снимать там авангардная граффити американца шепарда феерии портрета владимиру маяковского известные фразы брехта искусство это не зеркало отражающая реальность а молот ее формирующие а справа фрагмент его известная работа всемирной пропаганде с тем самым формирующим молотом ну вот и все что я хотела вам сегодня рассказать надеюсь вам понравилось было интересно если вы будете в москве вы точно не пройдете мимо атриума на курске возле курского вокзала а я с вами это буду прощаться всем большое большое спасибо за просмотр я жду вас на своем канале подписывайтесь ставьте лайки комментируйте всем пока пока до свидания